продолжаем отвечать на вопросы наших учеников и сейчас мы подключаем рину шалом рина добрый вечер добрый вечер где вы находитесь я нахожусь в москве в сокольниках определение горских евреев сегодня у нас тут был вечер литературный посвященный автору и мы читали стихи на джури да джури это язык горских евреев с недавнего времени я учусь университетем имени косыгина москве магистрантка являюсь и мы изучаем культуру язык народов евреев диаспоре и вот язык джури это именно оттуда это моя любовь к этому языку а вы только отожили в этих местах нет нет я летом была в пятигорске познакомилась поближе с людьми с общинами но так чтобы жить никогда чем москве занимаетесь в москве я вот учусь и развиваю различные проекты был проект синагогой банковской сфере в общем разная плановая интересная жизнь очень хорошо вопрос вопрос мне немного личный так как меня зовут рина я всегда знала что это древнее имя корнями уходит в историю и даже разных стран в японии рина это значит зайчик маленький по моему на на санскрите яркая чистая на еврействе это с еврейского это радостное пение так вот я бы хотела узнать что значит мое имя если на него посмотреть именно еврейскими глазами потому что когда творец дал задание извините адаму назвать животных и птиц он именно закладывал вернее а адам должен был назвать так чтобы их название соответствовало их внутреннему содержанию функциям да вот мне интересно что такое рина еврейский да спасибо за интересный вопрос смотрите насчет маленького зайчика я не знаю но вообще чтобы объяснить вам это ваше имя с точки зрения иврита дал ашуна кодыш я должен объяснить вообще понятие радости потому что вы знаете да что каждый язык он несет многие много богатых языков но их богатство они язык отражает культуру народа и например может быть каких-то понятиях которые развиты в этих народах у них может быть много синонимов одного слова так у нас слова радости если очень много синонимов есть 10 оттенков радости есть 10 уровней радости это параллельно 10 сфер от если вы знаете что такое в кабале 10 сфер от то в радости тоже есть у нас 10 уровней и поэтому сама по себе тема это очень глубокая я вам может быть если вы вкратце пройдусь по этим 10 оттенком радости скажите пожалуйста значит они упоминаются все вместе в последнем благословении под хупой когда стоит жених с невестой под хупой им читают всем благословений так вот седьмое звучит так да то есть сначала первые ашер бара то есть творец создал благодарю творца что он создал сасон висимха я ставлю что это 2 вида потом хатанга когда жених и невеста а потом еще восемь то есть есть два вида радости которые предшествуют созданию жениха и невесты а есть еще восемь видов радости которые уже являются следствием когда уже есть жених и невеста они уже соединились то у них могут появиться еще восемь видов этих оттенков радости да я вкратце пройдусь по каждому из них симха это радость которая это постоянное ощущение радости при котором человек может быть не улыбается на нем это может быть не видно например у человека родился ребенок сын дочь это небольшая радость и не важно он сейчас идет на работу он там тяжел где-то работает там он водитель автобуса или он шахтер неважно он он знает что у него есть дома ребенок для него это большая радость большая мотивация жизненная да что-то делать это называется симха состояние радости когда эта радость она растет женился да у нее есть жена радость выросла родился ребенок радость построил дом радость это все время растет сосон это вид радости как эмоции да какие-то вот и особые эмоции которые еще человека например человек заработал хорошие деньги вдруг да человек услышал хорошую шутку человек понял какую это какая-то идея это такие такие сильные моменты эмоциональные да и они приходят они потом дальше уходят то есть это непостоянное состояние это такие вспышки радости да и на самом деле вы посмотрим в этом углословении что к мужчине больше относятся сосоны эти вспышки радости эмоций потому что мужчине все время нужно ему достаточно значит у него просто есть жена ему нужно все время чтобы завтра приготовили обед чтобы постирали чтобы ему как каждый раз что-то хочется да он у него есть постоянно какие-то желания а женщина достаточно у нее симха от того что есть муж для нее это симка это конечно и тому и другому нужно нужны и эмоции и постоянная радость но у женщины преобладает вот эта симха а у мужчины преобладает желание к эмоциям сосон и дальше потом начинается вот восемь вещей значит гила это это уже вид радости когда человек уже основали галот показывать когда человек улыбается когда видно по человеку что он рад радостно да и человек в хорошем настроении эмоционально заряженный человек да вы на позитиве это гила да ты вот как счет на позитиве да с ним приятно общаться диться арина вот все мы доходим до вашего имени да это когда человек да у него есть такое творчество да что он вот эта радость она дает ему разные потому что это радость нарисовать картину поговорить с кем-то что-то интересное рассказать он он вот это выплескивание наружу да это не просто человек идет и напевает там там если есть в кармане пачка сигарет песню да значит он уже у него есть рина да то есть поют они и от депрессии могут петь и от разных чувств человек поет еврейская вот это арина еврейская радость человек у него вот это его захлёст вот ему хочется поделиться этой радостью то есть это выражается в какой-то картине какой-то какой-то беседе он что-то интересно рассказывает он 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 и выражает себя да вот это есть пение вот это который про которую вы говорите следующее это дитца дитца это когда у человека есть он может заразить другого это радостью да то есть человек который 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 он идет и радуется и там и человек перенимает у него и тоже становится радостным это так такой это уже такой силе состояние этого это когда это сильная радость в сердце она более глубокая более внутри но она более внутри она более ярко он радостный человек очень хорошо это на сердце прямо потом ему радостно не за каких-то эмоций а вот он допустим благодарен что он находится допустим живет в салиме там изучает там традицию там у него и сегодня вдруг ощущает благодарность за все что у него есть да какой тут это даже не какие-то эмоции когда он что-то увидел и загорелся нет это это глубокая глубокая радость сердце ощущение благодарность за то что у него есть теперь и следующее еще четыре след последний ава вахвам и шалом это это вид радости когда когда вот есть пара как мы говорим даже них и невеста у них есть четыре вида взаимодействия четыре вида между собой радость а ва это единство что 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 они как одно целое до радость того что он со своей невестой одно целое это же там до у долл половинка да а сейчас он с кем-то одно целое это любовь а ва это любовь переводится имеется ввиду что он с кем-то одно целое ахва это братство то есть у него есть родной близкий человек как как и сестра любая жена или муж он же является и родным человеком кроме того что он жена как как бы как человек от которого есть брат в чем радость брата даже когда собирается семья то какой-то какой-то когда посиделка семейная то собирается братья сестры там родственники это же приятно всей семье так кто же он свои в своей жене тоже обретает родного человека да как как брат сестра это слова гармония шлемут что они друг друга дополняют от этого есть радость что мужчина женщина они совершенно разные да и ментально и помыслить по-разному и друг друга дополняют вот да это это шалом это шлемут ареут это что рядом есть ближний о котором можно позаботиться как в авто лера хакамоха любви но как саму себя и они друг другу могут позаботиться это вот это 10 очень очень вкратце 10 видов радости две из них они они являются еще перед женихом и невесты это это то чего человек вообще не хватает пока он не женится а 8 последних это это производная когда уже жених невеста то они могут произвести эти восемь видов радости и вот три на то что ваше имя да еще раз повторю поскольку ваш вопрос это очень очень высокий уровень радости это когда человек радость дает человеку да не просто идти напевать какие-то мелодии какие-то песни а именно выражать какие-то интересные беседы да какие-то картины рисовать и там петь какие-то песни делать какие-то хорошие дела наружу и от радости которые есть внутри очень здорово это значит наносить беспричинную радость другому да 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 ну да но можно носить да человек если человек сам несчастлив нет цельности да он он вообще мало эффективен он приходит на работу он груз даже если он хороший программист или хороший работник то чаще всего он грустит он наводит тоску на окружающих и и так и не очень комфортно с ним находиться человек который вот эта внутренняя цельность он он может много много сделать много сдвинуть много продвинуть да и вот это вот это есть ирина вот это поэтому я вам желаю до в жизни ваше много радости да и вас красивое имя и я вам желаю все все десять уровней радость чтобы у вас были спасибо большое спасибо хорошо хорошо всего доброго до свидания